Здравствуйте, в эфире программа «Сделано в Вятке», меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня мы продолжаем наше историческое путешествие вместе с руководителем Музея Вятского Государственного Университета Евгением Питуниным. Евгений Альбертович, день добрый. Здравствуйте, товарищи слушатели. Товарищи, именно товарищи. Ну, 58-й год. А, 58-й, да, мы сегодня плавно подобрались именно к этому году. Начали, напоминаю, с послевоенных времен, как жил Киров после Великой Отечественной, и как вливался в обычное русло, уже не военное. Ну, хотя, конечно, надгалузские войны долгое время продолжали о себе знать. Итак, 58-й год. Мы анонсировали уже в прошлой передаче какие-то отдельные моменты, связанные именно с этим годом, с этой датой. Ну, и, в частности, Кировский телецентр мы уже упоминали. И сегодня о нем будем подробно говорить. Ну, и подробно говорить тут надо пригласить отдельно на передачу Алексея Фоминых с ВГТРК, ну, и меня надобой, и мы вот уже выдадим... Алексей, да, режиссер на нашей компании. Да, конечно, все правильно, поэтому снемся ТВ, но тут много было событий. Действительно, после военной разрухи люди, хотя и жили в полуподвалах-подвалах, в бараках, но 58-й год была эйфория, было движение, были громадные стройки, был прогресс, появился телецентр, появилось телевидение, ну, и в этот же день, когда появилось телевидение, вот я настолько древний, вот что, казалось бы, в 58-м году родился, это другая эпоха, другая жизнь, другая страна. Ну, понемножку обо всем. Поехали в 58-й. Давайте, а с международной обстановки? Мысленно засмурились. Ну, 58-й, конечно, он еще отличался тем, что вся страна была под впечатлением прошедшего год назад фестиваля молодежи и студентов. Вот тогда-то появились и францовщики, и, скажем так, меломаны, которые слушали импортные пластинки. То есть фестиваль дал возможность увидеть эту заграничную жизнь, услышать эту музыку? Я был неправ в прошлых передачах, говоря, что стиляги появились в 50-е и особенно расцвели после фестиваля. Не-не-не. Оказывается, первая статья критическая о стилягах была в советской газете в 1949 году. О, а много пораньше. А это уже были матерые стиляги к 58-му, это был самый расцвет, они менялись, менялись и стиляжные моды. Я не понимал, почему когда в фильмах или там всюду в преданиях менты ловили стиляг, распарывали имус и брюки, и резали чубы а-ля тарзан. А на фото первых стиляга стиляги были в огромных широченных штанах шириной 35 сантиметров. Оказывается, да, действительно, стиляги 40-х годов, они сильно отличались от стиляг начала 50-х, средины 50-х и конца 50-х. Но все это, в общем, словом, мы стиляги называли. Вот я просто выступал не так давно в Ботаническом саду, были в рамках лекции политехнического, то есть от ВЯДГУ, лекция была о стилягах. Вот я коснулся и 58-го года, и всего. Стиляги уже, они вошли прочно в жизнь, уже их стабильно травили, но они уже из широких штанин, из попуга, из их-то самодельных одежд, они действительно перешли более, простите за тавтологию, стильному стилю, то есть уже, вот, переходили на импортный шмот, и все. И вот это чувствовалось, что смотришь на фотографии, люди стали к 58-му году одеваться не только стиляги, но и в целом народ выглядел бодро, весело, потому что все жили в ожиданиях, строился Терпский проспект, строилась масса городков, от заводов, от поселков, там, Сельмашево, ЦМ и прочие люди получали квартиры, выезжали, проспект развивался, улицы асфальтировались, открывались новые клубы, люди стали смотреть телевизоры, ходить с семьями в те редкие квартиры, где были эти телевизоры, вот был прогресс, и поэтому все ждали, ждали, что вот оно так будет, вот она страна, она начала развиваться, все будет дальше, и так никто же не знал, что к 60-му темпы строительства заводов, ввода жилья, все это замедлится, 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 причины, разные причины были, но тем не менее, и на фоне эйфории, как-то уже на заднем плане проходили и мрачные довольные вещи, в том числе и в Ирове, это были и антицерковные гонения и прочее, ну, по порядку, давайте по традиции начнем, что же фонда какой был, что же в мире было, ну, конечно, можно порадоваться, сейчас вот порой читаешь новости, и видишь, там, в Итая зарплаты, чуть ли не пенсии уже превысили, то, что в России, там, в Америке, вроде и трепыхаться не следует, а в 58-м году СССР очень недурно на фоне выглядел других стран, например, в США был огромный скачок безработицы, виток депрессии очередной, в общем, все мрачно, а в Китае начался великий скачок вперед с целью ускоренного развития, вот этот курс Мао Цедуна, и вот стали с 58-го года выплавлять чугун на каждом подворье сельском и ловить и истреблять воробьев в Китае. Ну, понимаете, да, то, что было у нас, и то, что в Китае, ну, в Америке безработица охватила 5 миллионов человек, вот, конечно, появилось движение битников, то есть там-то появилось, а у нас теляги сошли на нет где-то году к 63-му, потом вот эти битни, которые появились в Калифорнии, распространились на Великобританию, это такое переходное звено было между, переходная неформальная культура между стилягами и хиппи. Да, битни, это свитер. А что значит это слово? Битни, бит. Биг бит музыка, культовый писатель. А, ну, понятно, музыка, соответствующая, как это обычно бывает. Да, внешний, внешний. Потом был всплеск, московский бит все помнят, но это уже прочее. Вот, в Марокке и Тунисе была запрещена полигомия, ой, горе это какое, а женщинам было разрешено самим выбирать себе мужа. Ну, не знаю, по-моему, сейчас это обратно отменено. Ну, вот еще два интересных деятеля, и Боб Тим, и Джон Ук на самолете из Сесно. Сесно, представляете, 172 этот... Ну, маленький. ...сел на Красной площади на Сесне. Его звали, я уже забыл. Да, вот тоже сейчас вылетел из головы, к сожалению. Да, вот такой маленький самолетик, не поверите, находились в полете в 58-м году, 64 дня дозаправляясь в воздухе. 62 месяца с лишним. Вот у меня сразу вопрос, а в сортир-то они, пардон... Ну, видимо, предусловно... И надоев друг к другу, они приземлились. Ну, еще год знаменателен тем, что в 58-м году был изобретен обруч хула-хуп. Кстати, великолепный фильм был про изобретение хула-хупа, вот, я не помню сейчас название, но очень классно все было сделано. И сразу же появился по этому поводу советский... Они, когда вот узнали про этот хула-хуп обруч, один мужик к другому говорит, слушай, я своей жене хула-хуп купил, ну и так, в самый раз пришлось. Еле натянули, да. Или еле сняли потом, да. Ну и, конечно, тут для всех почитателей рок-н-ролла было печальное событие. Элвиса Пресли призвали в армию на два года. Ну, в 58-м году в США уже было в пользовании тысяча электронных компьютеров, а в Ритании 160. В частном пользовании. Ну, у нас и слова-то не было. Компьютера была. Электронная вычислительная машина, которая занимала, наверное, половину пятиэтажного дома. Но, тем не менее, тем не менее. Ну, что у нас делалось? Конечно, страсти после воцарения, скажем так, Хрущева, они улеглись. Хрущев заматерел и укрепился. Отправил в отставку Булганина. Был такой человек, который ни дня не служил в армии и был назначен министром обороны. Это мне, конечно, несколько напоминает. И отсыл к сегодняшнему дню. Но, тем не менее, Хрущев отправил его в отставку. И СССР в это время требовал вывести все войска союзников из Берлина, сделать его свободной зоной. Вот это не получилось. Ну, в 58-м году Пастернак написал свой роман «Доктор Живаго». Вот это уже потом появилось там, что я не читал, но осуждаю. Ну, наверное, тоже уже в 58-м году. В этом же году был спущен на воду атомный ледокол «Ленин». Ну, я думаю, вы радовались. В Ирове, читая газеты, ледокол в «Космос» двух собак запустили «Белку» и «Стрелку». Это, кстати, первые собаки, которые вернулись, которых сумели спасти. А все легендарные «Лай» и прочие, которые до того были, они отправлялись без возможности приземлиться обратно. Ну, что же у нас на ряд? В Кирове, да. Было кроме строек, кроме известных всех вещей. Вот запустили телецентр. В 57-м году было закончено строительство, монтировали целый год оборудование. И 20-го апреля 1958-го года была показана пробная таблица. Если кто помнит, на телевизоре была заставка. Настройщик. И это кубик, и кружочки, и вот там можно было выровнять. Разумеется, черно-белые. Да, это 20-го апреля, в день, когда я родился. А 1-го мая уже была настоящая двухчасовая передача. Вот, наверное, люди чудо, телевизор разработал. И там фильм еще какой-то показали. Да, что-то было. Причем местные вещания. Ну, помню, в смысле из исторического смысла. Можно было откинуть, знаете, раньше, чтобы считалось, чтобы не выгорали, не портились их специальной тряпочкой занавесной. Вот это люди сдули пыль, открыли занавес. И 1-го мая 1958-го года смотрели. А можно было подсчитать или подсчитано это? Сколько тогда телеприемников у жителей города было? Можно подсчитать. Они, кстати, подлежали регистрации. И купив в 1958-м году радиоприемник, либо телевизор, надо было тут же дуть на почту или там другие места, пункты и регистрировать, что вот у меня есть. А в 1961-м отменили и платить абонентскую плату. Вот у тебя есть телевизор, это вот так, вот капремонт так же нагло взимали, вот за то, что ты купил, а с тебя еще за это деньги берут за то, что у тебя телевизор не есть. А в 1961-м отменили, но тут же на треть стоимость телевизоров и радиоприемников выросла. Вот еще была эпохальная стройка, завершена в 1958-м году, это стадион трудовой резервы, печально известный. В поздние времена, но тогда с большой помпой его открывали, проводились соревнования. Какая команда-то была привязана? Юношес-э, футбольная команда, которая претендовала на первое место в чемпионате СССР. Уровень какой был, да? Да, да. Ровно 60 лет назад. Причем строили ПДУшники, трудовые резервы, это профтехобразование. И вот этот стадион в Овраге, заброшенным методом народной строй и методом субботников, вот масса учащихся в ФЗУ или ПДУ уже там, ремесленное училище в это время еще назывались, вот они трудились, трудились и гордились, и команды были из тех же ребят, в общем, был хороший по тем временам стадион. Вот, ну, в Нововятске Дом культуры России тоже был в 58-м году, он и сейчас функционирует исправно, там даже музей был или даже есть, музей орнитологии. Про филармонию, наверное, тоже скажем. Филармония в 58-м году, вот, инженериум был открыт, это бывший Дом политпросвета, это здание ВЯДГУ, вот, где наши, в 58-м году, тоже вот, кстати, надо этот юбилей обозначить, что построено, говорили, что немцы пленные строили, ну, может быть, может, в начале стройки, уж к 58-му немцев не было, хотя, вы знаете, последнего военно-пленного Второй мировой войны, я нашел, не поверите, где-то году в 98-м, живого, 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 в Ировской области, психушке в Отельниче. Это знаменитый Томаш Андраш, который, вот, считался психобольным, но он, видимо, на фронтах, там, сошел с ума, и до конца... Сколько ему на тот момент было, когда вы с ним познакомились? Да, до конца 90-х он содержался в этом, психбольнице в Отельниче, и потом, после статьи, тут перепечатали центральные газеты, и нашлись даже родственники, и его отправили в Венгрию. То есть уже в солидном возрасте уже. Если я говорю, что в 58-м году уже не было военно-пленных, был Томаш Андраш, что-то, был. Ну, ладно, вот, ну, чуть-чуть, конечно, и дегтю надо добавить, что Крущев фигура неоднозначная, вот, и не знаю, какая вожа ему попала, но в 58-м году и страну, и Пировскую область, накрыла новая волна хрущевской антирелигиозной кампании. Ну, в Пировской области это было направлено на крестный ход, на Великобритательский ход. Позднее снесли Федоровскую церковь в 62-м, в 63-м году, по-моему. Вот, а в 58-м году Великобритательскую церковь закрыли и разорили. Правящим архиереям Вятской епархии было запрещено, вообще запрещено посещать это место, а священникам под угрозу за увольнение запрещалось участвовать в пресном ходе. Ну, так или иначе, мы знаем, люди все равно собирались. Да, с той поры стали этих бабок несчастных отлавливать, сажать там машины в отрезвители, отвозить с полдороги обратно, устраивать там все учения по гражданской обороне. Это все продолжалось до середины 80-х, но вот в 58-м году. Ну, еще легенда, конечно, 58-го года. Это знаменитый, знаменитый, легендарнейший футболист Эдуард Стрельцов попал в лагерь в Иерусской области на зону. Конечно, осужден был? Осужден был. Осужден, да, там подставили и сделали ему статью уголовную. Ну, конечно, в народе это была легендарная фигура. Это вот Дзюба, это вот Дзюба, может быть, даже не дотягивая популярности. Как-то история с футболистом немножко от меня скользнула, собственно. С Стрельцова. Он отбыл полностью наказание у нас здесь? Практически полностью. Освободился? Ну, так как народ его очень любил, то, конечно, были в народе легенды, что встречали на зоне у Осетрина и Пеньяко. На самом же деле было не так. Это в Чапецком районе. На первом лагопункте отношение уголовников было доброжелательно-снисходительное, вот как писали тогда, и со стороны администрации зеков. Но осенью у него был конфликт с малолеткой, который был шестеркой одного пахана на зоне. И он, видимо, для того, чтобы самоутвердиться, начал унижать Стрельцова. Стрельцов заехал ему в морду. А тот нажаловался пахану. Пахан вроде бы моего человека задели. Решил отомстить. И, в общем, ночью стащили Стрельцова снар. И, значит, устроили темную, сильно избили, но не убили. А потом, конечно, он и там утвердился. И, в принципе, играл в футбол и на зоне. И участвовал в каких-то чемпионатах. Но в 1958 году Стрельцов был здесь. Осожденный, этапирован сюда. Так, хорошо, давайте дальше. Еще такая мрачная страница 1958 года. В Пировскую область, особенно в сельские районы, в 1958 году вернулась масса людей. В основном из Чечни, потому что в 1958 году Хрущев амнистировал депортированных чеченцев. И они стали возвращаться в Грозный и в другие города. Да, но в основном Грозный. А квартиры, зачастую там и рабочие места были заняты переселенцами из России. Поэтому возникали конфликты вооруженные со стрельбой, с милицией, разборки. Ну вот, условия становились не очень комфортными для проживания русских. И в 1958 году значительная часть уехавших по вербов к этому или по каким-то причинам вынуждена возвращались. Обратно на свои места. Говоря о фестивале, фестивале молодежи и студентов, о том, что он прошел год назад и еще эйфория год сохранялась. Это, да, даже было продолжение. Вот, кстати... Дети-то пошли в фестивале? По меньшей мере один мой ревестник был. Дитё, как раз, да? Именно 1958 года. Но, интересно, вот я недавно тут читал книгу известного инорежиссера, такой Иракли Верикадзе, грузинский режиссер. Ну, кто помнит фильмы про трех грузин, которые дорогу расселивали с ними и приключили. Да, да, да. Ротометражки. Пловец у него, фильм, и все. Одному дали новый, да, этот аппарат. Известно. Человек с большим юмором, он описывал времена фестиваля. Когда, там, москвич или приезжие девушки запали на негров, это такое обхождение, такой темперамент. И молодой парень, студент, не помню, или не студент, влюбился в одну девицу, но ей не жить, не быть, нужен был негр. Хотелось познакомиться, у него ничего не получалось, но у него мать работала на текстильной фабрике. И он ее уговорил, она уперла с работы мешок красителя для, видимо, хэбэшной ткани. И вот каждый вечер он залезал в ванну, наполненную водой с этим красителем. Он дышал через воронку, он лежал там час или два, вылезал. Брат его придирчиво осматривал, что если он черный, хорошо ли он прокрасился вместе с волосами. И вот он бежал на свидание с этой девушкой, там стало у него все получаться. Вот, разговаривал, она восхищалась его эфиопским нигерийским акцентом. Он восхищался Россией, в общем, была любовь там, но на удивление, почему-то все равно у нее родился негритенок. Боже мой! Как говорится, да, бутерный. Вот, в Ирове, как крайней мере, мне известно было, что, да, он по меньшей мере один и в Ирове был. Ну, что, дело житейское, ну, было, было, что там подумаешь, как там. У нас все воспитанные на фильме цирк, все как бы толерантно к этому относились, что вроде уже. Ну, вот такой интересный факт, вот, писала некая Ольга Пивоварова, чьи видится событий. В 58-м году в Ирове провели фестиваль в честь Московского фестиваля молодежи и студентов. То есть там надо, а тут у нас вроде отголоски, ну, ну, был праздник на театральной площади, массовые гуляния, светили прожектора, по области разъезжали коллективы от заводов, в общем, все пошли на театрал, а в Ирове у фонтана решили военные устроить фейеры веры. Вот, посторонних не пустили близко, и это было хорошо. Вот, все вначале было здорово и красочно, но случился взрыв, все в грохоте и дыму побежали в разные стороны, некоторые стали бросаться в воду фонтан. Люди не могли подняться с земли, мы перепрыгнули заборчик, платье на мне дымилось, брат меня катал по земле, вот, чтобы потушить это платье, мы убежали по театру, подальше от взрыва. Появились пожарные скорые, ну, вот, многие получили ожоги, кто особенно ближе стоял к фонтану, оказали помощь. Насчет жертв, вот, в принципе, не было известно вообще, эту историю не слышал. Слушайте, печально, такой предвестник, да? Да, такая небольшая предвечья, вот, ничему истории не учат. Но тоже наверняка, собственно, детонировали, да, эти заряды перетехнические. Вот, и так бы, конечно, интересно перенестись в 1958 год. Именно в это время люди начали жить спокойно, без их-то опасений за будущее. Страна и вятка уверенно шли вперед, можно было развлечься, появились культурные места, то есть можно было уже в знаменитые, легендарные рестораны съездить и на цыплята табака на... На жадовокзал? На второй ирак, да, на станцию. Или был прямо в Халтуринском парке, в Александровском саду, на склоне, на сваях был. Тоже такой летний ресторанчик, где можно было сидеть с видом на вятку, где ходили колесные пароходы. Ну, вот, автобусное сообщение еще из-за бездорожья. Не очень было развито. Не очень, поэтому вот пароходство процветало, и поэтому легче было, там даже не снимая последнюю рубашку, купить билет на пароход и отправиться. А благосостояние? Даже из Халтурина в Иров легче было и быстрее добраться пароходом, хотя он уходил, интересно, в ту пору из Халтурина, ну, Орлов, который сейчас, он уходил где-то под вечер, в ночь, и на рассвете он был вятки. А уровень жизни, как принято сейчас говорить, там, уровень зарплат, цены, 58-х годов? Уже стабилизировался, то есть, когда массово строились предприятия, жилье, то уже, конечно, и уровень. Уровень упадет через 2-3 года, когда пройдет денежная реформа, это все равно было какое-то изъятие средств, ну, и тем не менее, судя по фотографиям, люди стали добротнее одеваться, меньше стало тела, грея, меньше стало их-то, этих вот, замошенных зимних шапок, а-ля солдат, их-то меньше стало этих мешковатых штанов, там, на сапоги одетых, а уже в 58-м уже стиль жизни, он сформировался, хотя, ну, чего, городок маленький, в бараке уезжали, и все продолжалось. Вот интересно, я говорил не про 50-е, но в 58-м листал газеты, там, даже если вы желали развестись, то надо было давать заявление, и, видимо, сообщали в газету, и местная пресса, областная газета была одна, она писала, что такого-то числа, во столько-то времени в таком-то, Молотовском, там, или, там, в таком-то, там, районном суде состоятся слушания по делу о разводе граждан, и такой-то, такой-то, с гражданином-то, им-то, им-то, который проживает по такому-то адресу. Ну, видимо, после войны все-таки был спад рождаемости, и таким образом государство, вот оно пыталось, не помню сейчас, как там было с абортами, но, тем не менее, пытались они удержать. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, да, я поясню, почему прозвучало слово Молотовский, это сейчас в областном церкви 4 района, Первомайский, Ленинский, Октябрьский и Нововятский, а тогда были Молотовский, Сталинский и еще один. Это потом уже третий появился, Сталинский, Молотовский, а потом был Ленинский и Первомайский, и потом вычленили Октябрьский из-за строительства. Да, 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 все именно так. Итак, небольшая реклама Евгения Питунина, руководителя музея Вятского госуниверситета. Продолжим очень скоро. Продолжается программа, сделанная в Вятке. Мой собеседник Евгений Питунин, руководитель музея Вятского госуниверситета. Напоминаем, что сегодня мы перенеслись на 60 лет назад, в год 1958-й, жизнь в городе Кирове, вот разные аспекты освещаем, и сейчас немножко хотим про развлечения поговорить. О танцах будем? Ну, все-таки и о танцах, но о том, что вот народ, он как бы жил и хорошо, и уверенно, и перестал бояться за завтрашний день, но начальство жило очень неуверенно. И в Ировском обкоме были внутренние дрязги, и из Москвы поступали противоречивые указания. То Уруза, то непонятные реформы, то вот в следующий год, он даже в этом году уже было указание о заготовках мяса, чтобы догнать и перегнать по мясу в Америку, но это уже трагедия. Следующего года хотят... В Америке же кризис перепроизводства, очередно. Мы же о нем говорили. Нет, там безработица, но производство мяса, конечно, было. А так вот люди ходили, веселились. Ну, понятно, что, конечно, были в ту пору и знаменитые музыкальные произведения, были вот джаз-бенды Лундстрима, который сыграл свой легендарный Атом Буги, и вот ставил на очеринку. А что слушали? Вот висит у вас радиоточка или приходите вы на танцы? На танцах идейная выверенная музыка. Как интересно писал в своей книге «Озел на саксе» знаменитый сафонист Позлов, вот о том времени, 58-м год, когда он ходил на танцы в школу, то ставили пластинку и надо было танцевать от расстояния, чтобы мог там вмешаться кто-нибудь из дружинников или там активистов, что три сантиметра даме считалось доступно. Если ближе, то пионерам это не так относилось. Мы имеем в виду сейчас расстояние между мужчинами и джазами. Выходили с дневниками в мире, да? Танцевали вальсы там под Испанией, всякие там, форстроты не привет, танго вообще, ну, осуждалось, хотя они нелегально, могли поставить там пару раз за вечер, но все равно это уже, ну, вот интересно. Вроде бы, а джаз считался в 58-м году музыкой толстых, это западная музыка, знаменитая уже фраза сегодня, он играет джаз, а завтра родину продаст, от сапсофона до ножа, один шаг, это все 58-й год. И вот парадокс в том, что джаз это музыка угнетенных негров, то есть трудящихся и вроде бы должны приветствовать в СССР, а вальс, например, танцевали растленные фрелины, там, с царями в дворцах, наоборот, должны были осуждать, но вот парадокс в СССР был в том, что вальсы на школьных танцах и прочее, они бы приветствовались, а джаз всячески осуждался. Ну вот, одну там джазовую композицию можно было поставить за танцевальный вечер, там, пластинку, но если кто-то начинал танцевать стильно, то есть в любом ресторане были дружины или там милиционеры. Ну, полиция нравов-то какая-то была, присутствовала, наблюдала. И он мог подойти, или администратор говорит, и вы нарушаете рисунок танца, и вас могли вышвырнуть с танцплощадки, могли вытолкать из ресторана без всяких объяснений. Если это на школьной вечерине, то сразу, конечно, пластинку снимали, и все, и до конца вечера ставили нуднейшую музыку, под которую люди, в общем-то, и скучали. Такая шпана зачастую без отцов 58-го года скучала. Куря там папиросы «Север», наверное, по тем временам, или еще какие-то, кстати, интересная была школьная форма. В ней что-то было, вот к 60-м уже она отошла, а это вот самый расцвет школьной формы, когда у ребят были серые гимнастерки, фураж и ремни, полностью гимназическую форму, то есть имперс и стиль, вот эти гимназические, дореволюционное платье и школьная форма. И сейчас какой-то деятель, не помню кто, очередной наш российский сумасшедший, он сказал, что вот надо в школьную форму ввести элементы формы времен Отечественной. Вот это трудно представить. Ну, конечно, да, общество на цветах и легко управлять, но будут ли водить... А как с правовой обстановкой, хулиганством, какие-то нетрезвые разборки? А вот, знаете, официально у нас вешали всех собак на стилях в тупору, это были злые отпущения, то есть во всех там газетных статьях, журнальных, филетонах, их-то там в фильмах стиляги, они выставлялись алкоголиками, тунеядцами, ими-то дебилами, спесивыми там, неумными. А на самом деле, вот у нас до 80-х годов каждый день по Ирову патрулировало несколько машин вытрезвителя, да и в 58-м году, конечно, люди стали жить побогаче, естественно, пьянство, может быть, не приняло масштаба в 70-х годах, но тем не менее, ведь пьянство-то в основном, конечно, скажем так, не то сословие. Люди выходили из заводов после рабочей смены 8 часов на голодный желудок, или, как рассказывал писатель Мельчаков, где-то у оврага, на Орла Маркса, ближе к профилактории с кожи, были пивнухи кругом, где продавали, например, водочку под пирожки горячее с ливером с мясокомбината. После работы на голодный желудок, не все, кстати, нормально это переносили, забирали-то, ведь кто попроще, а стиляги, чего стиляги, они через соломинку свои токтейли пили, и никто, и... Особо не мешает. Да, и почему-то и девушка обязательно, она стиляжница, она распутница, она безнравственная, и все, хотя настоящая стиляга, она бы в любой ситуации, она могла покатничать, но зачастую продинамить там своего партнера, а наоборот попадали во все нехорошие ситуации, это вот именно правильные, и это из деревень эти лимитчицы забитые, вот даже, судя по фильму, «Москва слезам не верит», тоже 58-й год, хотя там путаница во времени, но ведь кто попался телевизионщику, кого совратили, и кто потом воспитывал ребенка без отца, ведь обычная, конечно, правильная, и правильная девица, которая приехала, и то же самое, и в Вятке. Конечно, квартирный вопрос все это сдерживал. Так у нас 4 минуты. Ну, вот таким образом, а по радио, вот что еще, можно такой фон, что вот сейчас вот может быть представляет, что вся Вятка в 58-м году свинговала, под джастом трубы, яркие, не, ничего подобного, вообще на танцы с Теляром чревато было прийти. Куда на танцы-то, кстати, ходили? Квартирники были, на танцы в Халтуру ходили. В Халтуринский парк. Да, но везде, конечно, свои группировки. Центральный был Халтура, потом был Оровский, в 58-м году еще был Клуб Октябрьской революции, железнодорожный парк. Танцы были за инотеатром Октябрьев парк, и Горького была большая танцплощадка, и была для рабочих танцплощадка, это вот если рядом с нами, окна у нас из студии «Эхо Москвы» выходят на север, и за серым домом, где этот двух- или трехэтаж, там был парк, вот там сейчас территория двора, но она частично застроенная, там тоже был парк, и тоже была танцплощадка. А по радио что звучали? Хотя уже пресли, сами понимаете, что уже и термин был, рок-н-ролла хиты 58-го года. И далее Иванова, песня об Одессе, Петр Щербаков, «А годы летят», Николай Крючков от Одессы до Херсона, ну, кто вот помнит, Глеб Романов, «Черное море мое», это я помню, «Самое синее в мире», Людмила Гурченко музыкальный магазин, Георг Потс, «Миновала моя весна», и Вячеслав Тихонов, «Людей на деревне не спрятаться». Вот интересно, элитный какой-то Тихонов, который всегда там снимался в роли каких-то утонченных дворян-офицеров, а тут его на заре карьеры он играл какого-то сельского тракториста, который там имел и это любовное отношение с деревенскими подругами и под гармонь пел песню от людей «На деревне не спрятаться». Я бы из сегодняшних актеров показал бы пальцем там десяток, а то по своему внешнему виду более соответствует этой роли. Нам пора заканчивать, Евгений Альбертович, уже финальный аккорд. Тем более, вот уже эпоха причесок под Тарзан, уже эпоха какой-то вот послевоенной эйфории, она градус ее начал снижаться, большой удар был нанесен в следующем году по сельскому хозяйству заготовками мяса, когда и деревня опустилась, люди узнали слово «дефицит продуктов», но это уже все начнется с 1958 года, мы поедем. А уже очень хорошее было время. Вот я ничуть не жалею, что появился он в этом году. Да, год рождения Евгения Альбертовича, 1958. Первого лица, что называется, можем возможность слышать. Спасибо большое. Завершается на этом программа, сделанная в Вятке. Продолжение передачи через две недели, в это же время, в 13.06. До свидания.